Внутренние противоречия Римская империя потеряла контроль над когда-то обширными западными провинциями из-за мятежей и яростных нападений варварских племен. В это смутное время появляется римский командующий, который надеется вернуть Риму былую славу. Но на его пути встает жестокий правитель варвар, и звон их мечей даст отчет к концу империи. Рим. Рассвет и закат империи. Последний император. В пятом веку нашей эры и за сотен лет непрерывных войн от Западной Римской империи осталась одна лишь тень. Империя погрузилась в глубокий хаос. Извне на нее давили бесчетные враги, варвары, стремящиеся завладеть ее землями. Томас Мартин, колледж святого распятия. Но главное, это ужасная экономическая ситуация. Империя не получала доходов, необходимых, чтобы содержать сильную армию и поддерживать государственное управление. Бессильной армией Рим был беззащитен перед самыми многочисленными ордами варваров, которые империя когда-либо видела, гунном, возглавляемых свирепым вождем Атилой. Летописец пятого века Калиник вспоминал их жестокостью. Гунны стали так сильны, что смогли завоевать сотни городов. Это сопровождалось столькими убийствами и кровопролитиями, что невозможно было сосчитать трупы. Гунны, кочевое племя с востока, опустошали то немногое, что осталось от империи. На Западе больше не было государства. Запад просто распался на части. Келли-де-Врайс, колледж Лойолы, Мэриленд. Было множество разных армий и сторон, боровшихся за власть, но самой власти не было. Столица восточной части империи, Константинополь, могла пережить нападение гуннов, а вот более слабая, Западная империя, стала главной целью их завоевания и была вынуждена отдать провинцию Панония Акили. Панония, 449 год н.э. В бывших провинциях империи римляне теперь должны были уживаться с их правителями-варварами, гуннами. Римляне и варвары отличались друг от друга одеждой, прической, пристрастиями в пище и быту. Хотя к тому времени римляне и варвары попривыкли друг к другу, но вековая неприязнь никуда не делась. Но один из римлян свободно чувствовал себя в этом бурном море и даже сумел извлечь для себя некие выгоды исправления Атилы. Его звали Флавий Орест. Орест был римлянином и вырос в захваченной гуннами Панонии. Тем не менее, он стал одним из приближенных Атилы. Империя разваливалась, но римское происхождение, аресты и других уроженцев Панонии принесло им благосклонность Атилы. Они римляне, ведь они, говорят, ведут себя как римляне. Ричард Бёргерс, университет Оттавы. Эти люди были воспитаны в Риме, впитали его обычаи и культуру. Они были настоящими римлянами и поступали так, как веками поступали их сограждане. Орест, получивший римское образование, выделялся среди многих союзников-варваров и приближенных Атилы. Скоро он занял заметный пост при дворе правителя. Орест, несомненно, понимал, что Атилы оказался дальновидным политиком, который пытался связать гуннов и римлян брачными узами и политическими союзами, чтобы заложить на севере основы новой империи. Постоянно находясь рядом с Атилой, Арест не понаслышке узнал, сколь жестоким может быть правосудие варваров. Его римскую чувствительность было легко задеть. Можно сказать, что римляне и варвары не понимали и не любили друг друга. Им было нелегко относиться друг к другу с терпимостью. Эти разные народы с разной культурой должны были вместе жить и сотрудничать во многих важных делах, но они не принимали друг друга. И хотя у Ареста вызывало отвращение, что варвары приносили в жертву своих врагов, он чувствовал, что правление Атила открывает ему пути к достижению собственных целей. Арест, находясь при дворе, Атилы видел, как тот пытался создать государство почти на пустом месте. И Арест понял то, что это реальный шанс заново создать римскую державу, которую возглавил бы король, соединивший силы варваров и римлян, чтобы вернуть славу Риму времен его основателей. Хотя Арест и служил варваром, он всегда оставался римлянен и считал себя и свой народ выше всех прочих. Он хотел вернуть былое величие империи. В 453 году н.э. во время брачной ночи Атилы его правлению неожиданно приходит конец. И это вскоре приведет к крушению могущества гуннов и их союзников-варваров. Его невеста обнаружила его мертвым, как потом выяснилось, от кровоизлияния, и, испугавшись, что ее обвинят в убийстве, провела всю ночь рядом с трупом, летописец 6 века Иордании. Он пал не от раны, не от руки врага, не из-за предательства, а счастливым и без боли. Но потери гуннами своих позиций не спасла Рим. На освободившееся место, угасающую Римскую империю, хлынули новые орды варваров. В последующие годы римские города пришли в упадок. Там властвовал голод, а нищие запланили улицы. Арест в поисках счастья отправился на поиски удачи среди обломков империи, отчаянно пытавшейся сохранить хоть что-то из своего наследия. В некоторых регионах римская государственная машина и прочие плоды цивилизации разрушались и исчезали очень быстро. Джеффри Гертре, университет Таттамо. Акведуки пришли в негодность. Мастера более не изготавливали столь же совершенные гончарные изделия. Города приходили в упадок, улицы зарастали травой и кустарником, теряя привычные очертания. Это было время разбитых надежд и голодающих детей. Мы не знаем, что испытал арест в своих странствиях, но, будучи истинным римлянином, он отказывался верить в то, что империю уже нельзя было спасти, что цивилизацию в своей основе возродить невозможно. Он надеялся, что однажды все переменится, и ждал, что спасительные перемены придут из Рима. Дело в том, что на самом деле Рим пришел в упадок намного раньше, чем люди это осознали. Люди не могли поверить в то, что Рим может перестать существовать. Они верили, что пока есть император, есть и Рим. Пока стоят стены вокруг города, есть и Рим. Пока есть те, кто верит в то, что Рим не угас, сейчас империя еще существует. В середине пятого века, после многих лет непрерывных войн с варварами, Рим был вынужден заключить договор с племенем бургундов, отдав им часть римских владений в обмен на военную поддержку. Выходцы из Скандинавии, бургунды, как и многие германские варвары, теперь обосновались в Южной Галлии. Эти земли на периферии Италии отколются первыми. Процесс был медленным. Варвары получали небольшие территории. В некотором роде это похоже на наше тело. Оно устроено так, что когда организм замерзает, дольше всего остаются в тепле мозг и сердце. Поэтому сначала мерзнут пальцы рук, потом пальцы ног, сами ноги и руки. То же самое происходило и с Римской империей. Взамен этих земель бургунды должны были поставлять империи воинов, но это только усугубило тяжелое положение Рима. Они начали отдавать земли варварам, а земля — это важный, возможно, самый важный источник доходов. Поэтому чем больше они отдавали, тем меньше дохода получали. Чем меньше у них становилось денег, тем больше земли нужно было отдавать, чтобы обеспечить поддержку варваров и иметь сильную армию. Король бургундов Гундабад был сыном могущественного короля Гундевеха. И в то время, как империя слабела и все больше нуждалась в наемниках из его соплеменников, он становился все более значимой фигурой в Риме. Рим, 473 год н.э. В столице империи Гундабад стал главнокомандующим, но под его властью была не только армия. Гундабад также выбрал императора — Глицерия. Гундабад выбрал его, думая, что император сохранит ему верность. Эдвард Лоттс — университет Индиана. Понятно, что Глицерий должен был править в угоду Гундабаду, зависит от его поддержки. Теперь возле императора гораздо больше варваров, чем римлян. Армия Западной империи в основном, если не целиком, состояла из варваров. Вполне возможно, что там еще были исконно римские части, но когда мы читаем об этой армии, то видим, что в ней были арабы, германцы и много других иноземных воинов. Во главе наемников Глицерия стоял варвар по имени Одуакр. Одуакр получил должность в охране императора во многом потому, что он проявил способности в военном деле и задатки лидера. Именно таким Рим и обнаружил арест, когда спустя несколько десятилетий странствий наконец явился туда. До первой встречи сада Акрам он не подозревал, насколько изменилась империя со времен ее былой славы. От могущества Западной империи в 470 году нашей эры почти ничего не осталось. Но не все еще понимали, что она обречена. Многим это виделось временной слабостью, результатом каких-то злосчастных ошибок, и, казалось, все еще можно было исправить. Дипломатический опыт ареста позволил ему получить высокую должность в имперской армии, но он удивился в виде фарвара Одуакра, который, не обладая такими же талантами, занимал то же положение. Они оба были весьма честолюбивы. Они пережили очень суровые испытания. Арест служил при дворе кровожадного Аттилы, а Деакр был военным, и позже в Риме буквально выкарабкался из нищеты, заняв высокое положение. Думаю, именно честолюбие и немалые способности сделали их соперниками. Каждый из них видел империю по-своему. Один глазами римлянина, другой взором варвара. После многих лет, проведенных при дворе Аттилы, римлянин арест стал бы начальником римской армии. Но в Италии он обнаруживает, что империя разваливается и уже почти не принадлежит римлянам. А настоящие правители не император Глицерий, а военачальники варвары Одуакар и бургундский король Гундабад. Италия 473 год н.э. В прошлом Рим брал на службу наемников, но их всегда держали подальше от власти. В пятом веке они входят в состав армии как монолитные группы германцев. Они носили свою одежду, ели свою пищу, придерживались своих обычаев, сохраняя привычную им иерархию и способы управления. Как ни странно, они сумели не раствориться в этом бурлящем имперском котле. Войны Гундабада могли достичь в армии того же положения, что и знатные римляне. Армия Глицерия, в отличие от армии Гундабада, была более разнородна, включая и бургундов, и воинов многих других народов. Но вместе они составили в Италии единую армию. Состоящие в римской армии варвары и римляне наверняка испытывали неприязнь друг к другу. Римляне считали, что раз это римская империя, то и они, римляне, должны стоять в ней выше варваров. Многие считали, что варваров вообще следует изгнать из армии. Римская армия более не была единым организмом. В ее рядах зрел раскол. Даже военачальник Арест, умелый дипломат, оказался здесь бессилен. В то время, как Рим нес большие потери в сражениях с племенами вроде Вестгота в Галлии, римские воины стали сомневаться в преданности их союзников варваров. В тот момент у всех были уже свои интересы. Былое единство исчезло. Даже среди самих римлян в армии образовались группы с противоречивыми интересами. В армии воцарился хаос. Никто больше не сражался за императора. Каждый был сам за себя. Ослабленная западная империя больше не могла спасать от разграбления свои средиземноморские побережья. И более сильная восточная империя со столицей в Константинополе наконец умешалась. Константинополь, 473 год в императорском дворце в столице в полной безопасности жил стареющий восточный император Лев I. В Римской империи середины V века существовало четкое разделение между Востоком и Западом. В отличие от Запада Восток креп и процветал. Обвиняя Глицерия во всех неудачах Рима, Лев надеялся расширить сферу своего влияния, посадив на Западе нового императора Юлия Непота. Непот был выбран в качестве императора Запада благодаря месту, которое он занимал при дворе Льва. Положение Непота было весьма надежно. Он был женат на родственнице императора и вполне подходил для того, чтобы возглавить вторжение в Италию. В 474 году н.э. Непот собрал армию и повел ее из Константинополя в Италию. Восток собирался в очередной раз укрепить свою власть и влияние на Западе, заменив Глицерия своим ставленником. Такая реакция неудивительна. В качестве нового императора Непоту предстояло немало потрудиться, чтобы оправдать доверие. Но если он не сможет выдворить варваров из Западной империи, его ждал крах. В то время как армия Непота плыла из Константинополя, западный император Глицерий в Риме лихорадочно готовился дать отпор. Но стоило Глицерию отдать приказ аресту и Адаакру готовить армию, он убедился в том, что он напрасно полагался на преданность варваров. Гундабад Гундабад со своими бургундами бросил его в трудную минуту. Гундабад оставил свой пост и снова стал королем бургундом. Это казалось ему куда привлекательнее, чем быть главнокомандующим у Глицерия. Это была уже не Римская империя. Ее солдаты, воспитанные в совсем иных традициях и ценностях разительно отличались от народного ополчения Рима. Без поддержки бургундов даже армия ареста и Адаакра не могли спасти Глицерия от вторжения Непота. Когда Непот подошел к Риму, Глицерий с военачальниками выехал к нему навстречу, но не для битвы, а чтобы просить пощады. Глицерий оказался в очень сложном положении. Он не мог рассчитывать на военную поддержку ни со стороны нанятых варваров-наемников, ни со стороны своих собственных солдат. Поэтому, когда восточный император послал Непота занять трон Западной империи, Глицерий принял единственное разумное решение, он сдался без боя. Непот, который ожидал, что придется вести правопролитную войну, чтобы сбросить Глицерия, теперь даровал свергнутому императору жизнь. Непот хотел придать всему этому видимость законности. Это выглядело так, как будто он стал императором при поддержке восточного владыки и согласия западного, который добровольно уйдет, признав, что Непот подходит для этого лучше. Он сделал Глицерия епископом и отправил в ссылку подальше от Рима. В июне 474 года нашей эры, когда Непот стал западным императором, его признали и арест, и адаатом. Будучи одинаково честолюбивыми, они стали наперебой выказывать свою преданность новому императору. Арест, сам будучи римлянином, был все еще уверен, что Рим жив и его надо защищать. Адаакар же, похоже, был уверен, что Рима больше нет. В то самое время, когда решалась сама судьба Рима, столкнулись интересы этих двух, безусловно, очень способных людей. Непот Непот назначил аресты и адаакара на высокие посты при дворе, наделив их обоих такой властью, которой ни у кого времени не было. Возвышая одновременно и аресты, и адаакара и наделяя их равными полномочиями, он тем самым заложил семена будущего краха своей собственной власти. Непот не понимал, что рискованно возвышать столь сильных и болевых людей. Это может стать угрозой. Но нюансы римской придворной политики вскоре померкли на фоне безжалостных нападений безгодов на единственную провинцию, оставшуюся у Западной империи в Галлии. Во времена расцвета империи в этих землях на неизвестных как Прованс во Франции процветала цивилизация, но в 470-х годах нашей эры они стали объектом постоянных нападений Вестготов и их короля Эуриха. Гордый и честолюбивый король Вестготов, жаждущий расширить границы своих владений, решил напасть на римские территории в Южной Франции. У Вестготов действительно было численное преимущество. К этому привели постоянные сокращения гальских владений Римской империи, пока не остался крошечный кусок земли в современной Южной Франции. Провожадные воины Вестгота опустошали поселения в Провансе, не жалея беспомощных римских жителей. Восточный император Лев Первый послал Юлия Непота в Рим в качестве нового западного императора. Непота рассчитывал на двух командующих, варвара Одоакра и римлянина Ареста, но даже с их поддержкой империи грозила страшная опасность. Вестготы вторглись в Южную Галию, вынудив ослабленные римские регионы, стоящие возле границы принять бой. Плохо вооруженные и необученные имперские легионеры не могли сравниться с варварами. Похоже, готы были лучше организованы, и их королевство было сильнее. Они могли собрать больше войск, и это были отличные войны, готовые к любым превратностям военных действий. битва была жестокой. Настоящая бойня. Следовало срочно принимать меры. Хотя римский командующий арест был не столь опытным воином, император Непот посылает его из Рима в Галию, чтобы выбить оттуда варваров. Ему предстояло стать командующим в Галии. Но вот вопрос. Такая уж эта великая честь и высокий пост, ведь в Галии почти не осталось подвластных Риму территорий. Так что вполне возможно это было всего лишь удобным поводом убрать ареста подальше от Рима. Но прибыв к войскам, стоящим на итальянской границе, бывший дипломат арест намеревается проявить себя как военачальник и стратег, надеясь обойти и Адаакра и самого императора Непота. Он предлагает своим воинам варварам сделку. Если они пойдут с ним против императора Непота, арест выделит им земли в Италии. Мы знаем, что арест пошел против Непота. Вместо того, чтобы подчиняться власти императора, он решил забрать власть себе. Почему он это сделал? Думаю, он хотел восстановить империю. Оставив Галлию Вестготом, арест войсками двинулся из Северной Италии обратно в Рим. Но когда император Непот узнал об этом, он бежал в Равен. В августе 475 года н.э. арест пришел в Равенну и приказал обыскать город, чтобы найти императора. Варвары стали грабить, наводя страх на жителей своим неистостым. Можно предположить, что арест либо полагал, что император Непот распродает империю варварам, либо сам жаждал власти в империи. Но даже под страхом смерти никто не выдал, где скрывается император. Непот удалось тайно бежать из города, как свидетельствует летописец 6 века и Ордания. Непот бежал в Далмацию. Лишенный власть он изнывал, ведя одинокую жизнь в том самом городе, где совсем недавно сделал епископом сосланного глицерия. И так Непот бежал. Он оказался в ссылке и пробудет в изгнании до 480-го года, продолжая называть себя императором. Некоторые историки симпатизировали ему, как последнему римскому императору, но он уже давно перестал им быть. Арест считал, что раз Непот исчез, а воины-варвары подчинялись его приказам, то он теперь сможет восстановить порядок в империи, погрязшей в хаосе. Удивительно, но Арест не сел на трон сам, а сделал императором своего десятилетнего сына, Ромула Августула. Арест полагал, что раз он был воспитан среди варваров и служил при дворе гуннов, италийская знат не захочет видеть его ареста императором, но они примут чистокровного римлянина Ромула, ведь это вполне укладывалось в их традиции, хотя теперь взгляды римлян на власть сильно переменились. Мальчик остался в хорошо укрепленном городе Равенна. Он остался под защитой своего дяди Павла. Ромул был подростком и еще не возмужал. Его имя Августул означало маленький Август. Молодой Ромул был всего лишь марионеткой своего отца. Именно Арест будет править империя и оттеснив наконец своего соперника Адаакра и не дав ему стать самым влиятельным человеком в Риме. При исполненной гордости Арест забыл о своих обещаниях варварам. Они же выполнили то, что обещали, помогли Аресту сместить Непота и теперь требовали земель. Они хотели осесть в Италии на исконных римских землях, многие из которых принадлежали потомственным сенаторам. Арест же был истинным римлянином и не мог этого допустить. Он отказался. Арест не мог заплатить варварам, но войны подчинялись императору, только если он им платил. Поэтому, когда Арест обманом, захвативший власть и посадивший на трон сына, не смог дать им денег, которые они хотели, или землю, которую они требовали, им осталось лишь одно – заменить императора на другого, который даст им то, что они хотят. С помощью своих телохранителей Арест ускользает, но он недооценил решимости варваров, жаждущих мести. После многих лет борьбы за власть с командующим варваром Адаакром, римлянин Арест одержал верх и сделал императором марионеты своего молодетнего сына. Но он обманул варваров, служащих ему, не заплатив обещанного. Рим 476-й год нашея, когда Арест отказался предоставить варварам землю в Италии, они обратились за помощью к его главному сопернику, Адаакру. Войны весьма разумно поступили, обратившись к Адаакру, ведь он, как они считали, был способен удовлетворить их требования. Адаакр сам был варваром, и воины ожидали, что он без сомнения отдаст им землю и деньги, откуда бы ни пришлось их взять. Главное, чтобы войны были довольны. Адаакру пришлось согласиться на предложение варварской армии. Они пришли к нему и сказали, если ты сможешь добыть для нас землю, то станешь нашим королем. Это было заманчиво. Теперь под его началом была римская армия, а на самом деле мешанина из германских племен. Вместе они выступят, чтобы покончить с римской властью в империи. Теперь Адаакр, как он давно хотел, мог отомстить аресту, который осмелился лишить его власти в Риме. И они сразу же стали нападать на италийские города. Города грабили по многу дней. У жителей отнимали все, представлявшее хоть какую-то ценность. Рискуя жизнью ради империи, которую они даже не считали своей, варвары поняли, что настало время заставить Рим кровью расплатиться за то, за что он не мог заплатить деньгами или землей. Представьте на минуту, что вы воин. Вам приходится жить на те скодные средства, что вы получаете. А теперь вам вообще не заплатили. Из одного раза может ничего не случиться, но если это повторится два, три, четыре раза подряд, вы умрете с голоду. Вы будете и дальше служить тем, кто заставил вас умирать с голоду. Адаакар втайне был доволен, что он наконец мог подчинить себе Италию и рассчитаться с арестом. Тогда в 476 году речь не шла об обычной войне. Не было никакой битвы, никаких осад. Просто голодные воины искали средства к существованию, делая то, что они могли сделать. Они были обучены воевать и убивали всех, кто встанет на пути. Поэтому происходили нападения, насилие, грабежи. Пока Адаакар приближался, арест оставил сына молодого императора Ромула в равенне на попечение его дяди Павла, а сам бежал в Тицинию в северную Италию. Арест был вынужден искать убежище от Адаакара в Тицинии, в городе, который сейчас называется Паве. Нам известно, что епископ города предоставил ему убежище. санксуар в городе. Но даже храм Божий не мог защитить его от варваров. Арест убежал в то время, как Адаакар с воинами опустошали церковь, отчаянно пытаясь его найти. У епископа отняли все собранные подношения. Все деньги, собранные, чтобы помочь бедным, унесли воины Адаака. Они сожгли и многие здания, включая церковь. Как церковь погибла в огне, также рухнули надежды ареста на возрождение империи. Адаакара не заботила сохранение Рима. Он давно уже понял, что Рима больше нет. Но какую роль он играл? На что собирался употребить свою власть? Адаакара не заботится. Какой силы он держит? Арест с горсткой телохранителей бежит из Тицинии, надеясь выгодить время, чтобы подготовиться к решающей встрече с Адаакаром. Когда-то они оба занимали высокое положение при дворе. Теперь вынуждены бороться за жизнь. Они гордились тем положением, которое занимали. И ни один не желал допустить, чтобы у другого оставалась хоть капля власти. И, конечно, столкновение неизбежно. Арест с армией дошел до Пласенции, современной иченции в Италии, пока, наконец, не встретился с Адаакаром. Северная Италия, 476 год на Шеер. Неопытный в военном деле арест имел мало шансов выстыть в битве против варваров Адаакара. Это была жестокая, кровавая битва. В таком сражении боевой дух играл даже большую роль, чем выучка. Кто-то должен был выиграть, а кто-то проиграть. Солдаты перешагивали через трупы, раненые стонали. Люди от ужаса теряли самообладание. Удивительно, но в последние трагические годы империи всегда находился кто-то, кто готов был уцепиться за императорскую власть и попытаться восстановить империю. они считали, что империю еще можно спасти, что она еще не рухнула. Но мы понимаем, что эти попытки были обречены. Хоть это и выглядело безрассудно, но Арест отказывался признать поражение. После того, как римский военачальник Арест нарушил обещание даровать варварам землю, они подняли мятеж, который возглавлял соперник Ареста, командующий варвар Адаакар. Теперь, сойдясь на поле боя около Пласенции в Италии, они продолжали борьбу за власть, начавшуюся еще при дворе Никота в Риме. Адаакар и Арест были ключевыми фигурами на Западе. На их плечах лежало будущее Рима, и они должны были найти общий язык друг с другом. Следовало находить компромисс, но этого не получилось, и Италию захлестнули насилие и хаос. Это была битва насмерть, и в этом сражении на закате империи римляне вынуждены были уступить более сильным варварам. Мы точно не знаем, что произошло, когда Адаакар сумел добраться до ареста, но я подозреваю, римлянина ждал быстрый и жестокий конец. Не было никакой сложной церемонии, никаких похорон. Арест должен был исчезнуть. Несомненно, его ждала тайная и скорая казнь. Победив, Адаакар с войсками направился в Равенну, чтобы разобраться с оставшимся делом, с молодым сыном ареста, последним императором Западной империи. 12-летний император Ромул Августу и его дядя Павл не знали о смерти ареста и не были готовы к нападению Адаакара. Когда Адаакар пришел в Равенну, Ромул не мог оказать сопротивления, но Павл, который был опекуном Ромула, пытался защитить племянника. Люди Адаакара убили Павла и пошли за императором Ромулом Августолом. Напуганный шумом убийства дядя мальчик попытался убежать. Последний римский император, загнанный как зверек, не мог спастись от меча варвара. Бежать было некуда. Ромул был всего лишь марионеткой, поэтому Адаакру незачем было его трогать. безжалостный воин совершил удивительный поступок. Он сохранил мальчику жизнь, отправив того в ссылку. Сохранив Ромулу жизнь, Адаакар выказал тем самым милосердие римлянам и дал понять, что он может поступать как справедливый правитель. Летом 476 года нашей эры Адаакар стал первым правителем варваром Италии. Теперь Адаакар стал королем. Он не стал королем Италии или Римской империи. Он был королем своих воинов, этой разномастной орды, которая тогда называлась Римской армией. Адаакар теперь король, но не император, потому что Римская империя спустя более 500 лет после своего возникновения в 27 году до нашей эры теперь окончательно рухнула. Это стало концом власти римского императора на западе. Теперь там будет король. Римская империя еще не существовала на востоке, но западные земли были ей не подвластны. Западный мир неузнаваемо изменился. Весь о падении Рима быстро дошла до нового восточного императора Зенона в Константинополе. Посланники принесли известие, которого восточная империя в страхе ждала многие годы. Они принесли последнее известие от императора мальчика. Последнее, что Дакар заставил Ромула Августола сделать перед тем, как убрать его с трона, это отправить посланника от имени Сената и императора сообщением о передаче императорской власти в Константинополь и о том, что на Западе императора более не будет. Поскольку Италии теперь правил варвар, необходимость в прежних символах императорской власти отпала. Мы знаем, что Адаакар провозгласил, что не собирается носить пурпурных одежд и золотого венка знаков власти императора. Он отбросил эти регалии прошлого. Он привнес что-то новое, став на Западе королем, а не императором. Одежды, венки, драгоценности и прочие императорские инсигнии теперь принадлежали только восточному императору. Но в его руках они теперь не были символами могущества и власти, а лишь знаками неудачи и поражения. В Италии семьи воинов-варваров наконец получили земли, за которые те сражались. Запад был теперь в их руках. Адаакар, конечно, выполнил то, что обещал своим воинам. Он сдержал свое слово, отдав то, что им причиталось, оставшись в глазах сородичей честным и щедрым предводителем. Но именно раздача земель и женщины с детьми варваров, поселившиеся в пределах империи, оказали гораздо большее влияние, чем вооруженные нападения. Поначалу могущественный Рим охотно принимал у себя чужаков, черпая в этом выгоды для себя. Но в конце, когда варвары пришли в большом количестве и захотели стать частью Римской империи, римляне более не готовы были принимать их так, как это было раньше. Эта неспособность превратить приток чужестранцев в источник своей силы и стала одной из основных причин гибели Римской империи. Но, несмотря на падение империи, в некоторых уголках, таких как монастырии, библиотеки, эти хранилища знаний и прочие достижения римской цивилизации были чудесным образом спасены и сохранены. Рим выдержал испытания временем, потому что там, где все еще уделяли внимание обучению, образованию и книгам, это держалось на римских традициях. Римская литература и культура считались основой цивилизации. Наследие Римской империи, особенно западной ее части, очень велико. Было введено много нового, в том числе и новые термины, понятия, и в языках, на которых мы говорим, прослеживаются следы римского влияния. Римское наследие повсюду, вокруг нас и забывать об этом нельзя. Рассвет и падение Рима, его путь от республики и до падения империи, и то, что было создано и накоплено на этом пути, во многом предопределило дальнейшее развитие всего западного мира. Эта цивилизация пережила столетия войн, бедствий, коррупции и чумы для того, чтобы исчезнуть от руки одного воина-варвара. Нас всегда будет увлекать как история самой Римской империи, так и история ее падения. Она, конечно, во многом предопределила становление современного мира, но давайте посмотрим правде в глаза. Последние полторы тысячи лет об империи говорили и писали очень и очень много. Нужно ли снова поднимать эту тему? Думаю, ответ прост. Мы должны помнить о Риме, потому что в нем проявлялись все замечательные, а также все ужасные черты человеческой природы. Если мы внимательнее их рассмотрим, то сможем понять. Возможно, мы можем следовать хорошим примерам и не уподобляться дурным. Режиссер Рекс План. Оператор Ник Гартнер Фильм озвучен по заказу ГТРК Культура Фильм озвучен